Привет! Меня давно не было в сети, отдыхал, работал, и вот сегодня решил выехать на границу с Польшей в город-место Аджпах. И, соответственно, пока едем, посмотрите, куда я попал в снежную сказку. То есть, учитывая, что даже в Праге в феврале-январе я не видел снега, то здесь его достаточно, и посмотрите, всё как красиво. То есть, просто супер! Надеюсь, вам нравится, и надеюсь, в ваших краях зима была такая же, как тёплая, так же, как и в Праге. То есть, в среднем плюс 8. Сейчас минус 1, и мы движемся дальше. Надеюсь, вам понравится. Наконец-то мы доехали до Адршпаха. Это 170 километров от Праги, на границе прямо с Польшей практически. И вот с парковки как раз есть указатель, куда необходимо двигаться, чтобы увидеть всю эту красоту. Кстати, если вы приедете на машине, парковка стоит 50 крон. И здесь же есть и кафешка, и там дальше вход на территорию этого Адршпаха. На данный момент в зимний период стоит вход 70 крон с человека. Чуть позже покажу, куда же мы приехали. Это будет поистине необычно и красиво, главное. В зимний период все магазинчики, все какие-то продуктовые, всё закрыто. Обменный пункт, туалеты, в общем, всё закрыто. Но не отчаивайтесь, при входе в скалы там написано в инфоцентре есть туалет. Соответственно, сейчас туда пройдем, оплатим билеты, и тогда уже попадем на территорию скального города Адршпах. Вот уже направление к инфоцентру, где оплачиваются билеты. Люди первые появляются, и сейчас пройдем, посмотрим, как всё будет дальше. Вот красота по бокам, и движемся вон впереди к инфоцентру. Там дадут нам карту с территорией, и оплатим проход, и попадем внутрь. Информация о самом парке, о том, что здесь можно, что нельзя, но это как, в принципе, и везде. Ну и здесь вот инфоцентр, и сразу же большими буквами написано Адршпах. Надеюсь, вам видно. Сейчас подойдем ближе, посмотрите. А здесь, чуть дальше, это станция ЖД. Пока мама пошла в туалет изучить, как там всё это выглядит, мы как раз с Рокки. Вы уже, наверное, многие знаете, что это мой пёс, который приехал сейчас в гости. Как раз ждем, и будем направляться на территорию парка. Ну а позади меня уже видны вот эти шикарнейшие скалы, при том, что интересно, у многих из скал есть свои имена. И чуть позже, когда будем по ним гулять, я вам покажу, как это всё выглядит. Перед тем, как сюда ехать, я прочитал, что здесь есть три маршрута, и по некоторым маршрутам можно гулять часами, по некоторым коротким – это час. Наверное, учитывая, что сейчас непогода, мы пройдемся по одному из коротких. И, соответственно, постараюсь показать, рассказать, как здесь всё красиво, ну и сами вы, конечно же, увидите. В самом начале я вам говорил, что вход стоит 70 крон. На самом деле, сейчас он стоит 80 крон. Летом чуть дороже. Ну и за собаку надо приплатить 10 крон, так что у нас Рокки пойдет как платный член нашей команды. Сразу же после того, как мы прошли и оплатили вход, здесь есть карта с маршрутами. То есть есть зелёный самый большой, жёлтенький и синенький. Ну и мы сейчас с вами находимся здесь. И сейчас сначала пройдём синенький. И если мои спутники не замёрзнут, пройдём и дальше. И что интересно, дают при входе карту этого местности, если вы с собачкой, дают даже пакетик. Поэтому вот так всё здесь грамотно устроено. И сейчас пройдём, посмотрим. Буду меньше себя показывать, буду показывать больше природы. И как раз я получу карту. Вот здесь маршрут. И первое, что мы сейчас с вами увидим, красивейшее озеро. Где такая вот прям изумрудная водичка. Сейчас подойдём ближе и вы сможете это увидеть всё. Кстати, протяжённость парка 20 километров. И он является самым огромным парком подобного типа в Чехии. Что поражает. Посмотрите на прозрачность водички. Не знаю ли видно, но видно даже дно. И сейчас первый маршрут пройдёт левее. Мы сейчас пойдём с вами по синему маршруту. И если получится, пройдём ещё по зелёненькому. Адршпах и скальный парк являются одной из каменных жемчужн Чехии. И что интересно, как я и говорил, это самый огромный парк подобного типа. 20 квадратных километров. Ну и здесь, уже позади меня, вот эти скалы возвышаются, как исполины. Поэтому, не случайно, многие из этих скал названы определёнными именами. Чуть позже о них поговорим. Потому что люди ещё много-много веков верили, что это боги, которые просто застыли. И часто здесь как раз молились и просили богов о помощи. Мы сейчас с вами мимо этих исполинов пройдём. Уверен, будет интересно. По этому значку по синему мы будем здесь перемещаться. И таким образом мы пройдём только синий маршрут. Здесь есть ещё и красный, и зелёненький. Точнее, может быть, красного нету, жёлтенький. Ну, как-то так. Зелёненький, самый большой. И протяжённость всего 3,5 километра. Мы проходим сейчас по самому маленькому. И ведёт этот маршрут вон туда, вот дальше. По этим лестницам на самый-самый верх. Видно, да? Пойдём сейчас туда. Мои спутники. Моя мама и Рокки. Он вообще испуганный, замёрзший. И сидит, видите, прям в куртке. Гулять не хочет вообще. Точно. Рокки, может погуляешь чуть-чуть? Не, реакции никакой. Тут по этой опасной такой тропинке, потому что она подмёрзла, и снег под ногами. Поднимаемся чуть-чуть выше. То есть это просто поразительно, что наконец-то в Чехии я увидел снег. Так же, как и по всей Центральной Европе, здесь было очень тепло. Я его не могу. Давайте, давайте. Не могу его переместить никак. Он боится просто, или ему тепло наоборот. Перемещаемся дальше. Такие красивые аллейки. Повсюду исполиновые камни. И движемся с вами дальше. Опять же, синие значки нам в помощь. Из смотровых откуда открывается вид на прилегающую территорию. Из полины нам не попались, но зато попалось вот на земле шишками. Кто-то выложил довольно-таки красиво адршпах. Где я сейчас с вами и нахожусь. Не прошло и 15 минут, как мы уже находимся на другой стороне озера. И как раз отсюда открываются виды, где мы только что с вами были. Ну и так же поражает чистота. То есть повсюду. Ни бумажки, ни окурка, ничего. И опять же, сейчас мы видим то место, откуда мы с вами начинали. Это как раз на другом берегу. Надеюсь, вам видно. Если нет, сейчас покажу лучше. Секундочку. Вон как раз наверху. Там мы с вами так же гуляли. Ну и сейчас пройдем буквально еще минут 5. и окажемся у Каускального города. Мое знаменитое здесь место это вход в Каменный город. Именно здесь когда-то укрывались, допустим, гуситы от католиков. Или же здесь снимался всем вам известный фильм Хроники Нарнии. И как только мы пройдем за эти ворота, мы окажемся в скальном городе. И сейчас пройдем через эти ворота и окажемся в сказке. История этого места создания такова, что говорят, что много-много столетий назад здесь когда-то было море. И мы сейчас с вами передвигаемся по дну этого моря. Поэтому у каждой из этих каменных исполинов своя, так скажем, фигура, которая была обточена непосредственно водой. Посмотрите, как здесь все красиво. Это все сделано. Вообще красота. И продвигаемся дальше по этим маленьким тропам, которые ведут в сердце данного парка. Знаете, по тому, что меня окружает, это напоминает мне каньоны в Америке. Там я не был, но здесь это, конечно, впечатляет. Над нами скалы, скалы, скалы. Это эти исполины. А представьте, когда люди здесь были еще 13-14 столетия, они действительно думали, что это замерзшие боги, которые рано или поздно их молитвами проснутся и помогут им. Какая красота! Вау! Эгегей! Эхо не слышно, но эффект потрясающий. Наверное, многих из вас интересует, когда здесь были первые туристы. Так вот, они появляются здесь с 18-го столетия. Только тогда эти места были не такие легкодоступные, как сейчас. Поэтому их посещали в основном любители приключений, а также авантюристы. Среди одних из них был известный писатель, которого все вы знаете, Гёте. Чуть позже мы увидим барельеф, который установлен в его честь на территории данного парка. А мы продолжаем двигаться по скальному городу. Боже, какая тут красота! А главное, что тишина, никого нет! Да, действительно, людей нет, и можно наслаждаться всей этой красотой. Вообще, по периметру никого. Одна лишь скальная красота. Обратите внимание, позади линия. Это уровень воды, который здесь был 23-го, 6-го, 1844-го года. То есть, где я сейчас стою, я бы находился под водой. То есть, наводнения не щадят никого, даже скалы. И вот по периметру посмотрите, как тут красиво. Видите? Вообще, шикарное место. Супер! Просто супер! Как в любом туристическом месте есть здесь и свое место, где можно загадывать желание. Обратите внимание, выемка, и там у нас мелочь можно увидеть. И сейчас мы тоже попробуем туда кинуть монетку. Ну, давай! Попало! Какая красота! поднимаемся уже дальше, и вот здесь в камне высечено, что ступеньки, по которым мы сейчас будем идти, вот дальше, были высечены аж в 1820-м году. И вот туда выше, если видите. Поднимаемся все выше и выше. Говорят, впереди будут шикарнейшие виды на скалы. Посмотрим, так ли это будет на самом деле. Продвигаемся все дальше и дальше по маршруту. Надеюсь, впереди увидим такие смотровые площадки, но так или иначе, эта дорога уже обратна. В целом, маршрут занимает около часа 3,5 км. Если, наверное, в летнее время, чуть дольше, потому что все-таки больше людей. А сейчас здесь, конечно же, очень комфортно. Мы вышли вон оттуда. Здесь вот шикарнейшие виды. Вон, если видите, наверху такие вот скалы. Ну, а будем двигаться вот сюда. О, мало лестниц будет, а тут, ого-го, вон, посмотрите, впереди. Сейчас небольшой фитнес-тур. Вот здесь как раз отличный вид на две скалы, которые вот впереди, прямо перед нами, называются они «Любовники». Видно, да, я надеюсь вам? А мы сейчас будем спускаться вон туда, ниже по вот этой лесенке. Друзья, буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео, чтобы больше людей узнало о Адршпахе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok